воздух 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 здрасте всем 5 прицеп упавший кстати конечно если дождик пойдет здесь ловить нечего на этой стоянке пыльща такая кстати о дождиках что у нас у меня пасмурно всем привет из омска я даже не знаю кое сегодня число охранник подходил выручить сигареткой бедность расстроился да ты чё говорю бывает говорю жизни огорчения но это явно куда-нибудь в искут этот ящик есть сундук этот и потом куда-нибудь боржой на очередной прииск какой-нибудь пойдет так что у нас тут он поднимается уже поднимается на обратнее пласти будем думать с краном что делать время сколько у нас время время пол шестого утра самое то выдвигаться машинчик сколько нам еще ехать нам еще ехать 1448 километров еще нормально поехали пробуем бедолаги видно сигареты кончились а так то что все отъезжают удобно пошел только нам подошел дай сигаретку ко второму купать не надо я такого таможенника в козловичах в бресте с поиской стороны козловича знал в любое время заезжаешь когда не приедешь всегда просил закурить а он еще до Смотровым работал там ему кто пачку даст кто что я думаю он никогда не посещал табачный отдел а так за день даже вот сколько фур проходит и каждый по пачке потом продавая даже по 3 евро за день можно зарплату себе заработать по многу не надо по чуть-чуть здравый боярин утро еще ранее город омск город омск еще спит он собирается наверно просыпаться заходим сейчас у нас это скучный участок неинтересный в плане съемок смотреть не на что дорога ровная было бы желание найдем что поснимать вот но почему так рано завтра по плану прибыть в край после обеда сегодня будем в омске и новосибирск когда проходить договоримся с получателем ориентировочно на сколько я так примерно прикидываю часа наверное на 2-3 дня на завтра заказывать бригада нужна я что-то только одного не пойму бригада ему каким лешим нужно я вообще думал ему нужен кран меня будут вообще вручную удержать ну посмотри вот честно сказать мне уже даже страшно к этому красноярску ехать уже все там же мистер дон карлеоне с супругой уже все что-то там крутят мусор уже что-то какие-то конкурсы там придумали что-то куда-то там короче там программа такая что ой-ой-ой меня что-то стремно но самое главное что как собрались какие-то конкурсы придумать главным призом всех этих конкурсов у нас будет автомобиль друзья я за что купил за то и продаю честное слово ну зная данных креативных товарищей вы знаете я вообще ни в чем не удивлюсь но конкурс будет какой-то вот среди подписчиков именно среди подписчиков то есть уже видите даже не я заказываю музыку то есть мне уже сказали что я буду делать куда буду ходить что будем разыгрывать какой автомобиль не сказали ни марку ничего потом говорит сюрприз будет в чем будет заключаться конкурс тоже ничего не рассказывать просто перед фактом поставили так будет то-то-то-то-то нормально да обалдеть и конкурс будет именно среди но Саша вот сказал что конкурс это Александр Громов который именно только среди подписчиков канала так что желающие поучаствовать но не в подписке давайте там на одну штучку там в уголочке нажмите подписаться где написано ну и ждем чего там эти жулики затеяли ну а эти могут я вам серьезно говорю шефу нашему камень подарили там говорят а подарки там какие-то уже подарков призов насобирали будет интересно я говорю кто бы сомневался но это завтра Красноярск это я как бы себя уже заранее настраивал себя вас сегодня впереди у нас еще 1440 километров поэтому настраиваемся рано удалось по заранку я кручу верчу баранку не только я пацаны тоже со стоянки выезжают это ДЛК жулики армянские спайка Пареф полетели мы дальше идем дальше на восток так что вы поняли что надо делать ну и ждем честно сказать даже ничего рассказать не могу потому что сам ничего не знаю кстати забыл сегодня с утра отблю залить ладно будем останавливаться завтракать не завтракал сегодня проснулся быстренько кофе попил кофеварка что у нас уже все работает но замутил кофейку попил и в путь проехал тут сколько времени остановимся там чай бутерброды и тогда и отблюзану зальем синий братан борт пассажиров вперед разуем так что по рации говорили на аварийках ман колесо застрелилось и домкрата и аварийки то есть нет ни монтировки ничего нет вот эта вот сканья излюбленная что перед ним проскочила договорились что сейчас где-то припаркуются и мясорубки то есть в общем ничего нет есть запаска и так какая-то это тягачевская прицеп застрелилась ну поставить в принципе можно вот так вот люди ездят нет говорить ничего как ты едешь готовьтесь через 800 метров ехать на дорогу с круговой калачинск первый первое кольцо калачинское странно что депсов нет обычно они тут разогнался могут камер камеры этим рейсом пособирал потом расскажет специально а затем используя нервы съезд используйте нервы съезд то мячи по моему стоянка это еще на следующем после следующего кольца следующий кольцо еще пять километров это уже час час десять какие то есть вчера правильно сделал что не поехали сегодня вот спокойно в легкую долетели а их тут 3 уровня калачинска 3 кольца как у франции вольтся вольтся я с одной стороны кольцо хорошо удобно на все разъезжаются туда сюда нет этих заторах даже на те же светофорах не зря же французы колец у себя налепили знаете на своих на местных дорожках вот она меч стоянки от себя мечи называется слева справа они одинаковые ну похоже ни разу здесь не ночевал стоянки большие уже все асфальтировано все красиво все четко ну и тут вчера это нужно было еще час пятнадцать лишку не хотелось не хотелось сейчас стратная ты машка иногда не выспала что ли Давай просыпайся, хотя можешь спать, без тебя дорогу знаю. Похоже, сегодня даже как жара и не привеется. Вообще с комфортом будем ехать. Сейчас 18, даже какой-то дождик тут прошел, невеличкий, небольшенький. Мы под этот дождик до границы с вами, до греблений, почти. Сейчас еще у нас час слямзет, и как бы вроде до Красноярска все. Что, всем утро салом не торгуют, да? Все спят у продавца сала. Обычно здесь там сало, колбаса, ну такие хорошие. Я не покупал ни разу, но пацаны говорили, что вкусные вещи продают. Коньячок тут, Казахстан же рядом, водочка, коньячок. Тайных троп тут, на Казахстане, меряно-немеренно. А так все, вот это вот топлайнерская заправка, и вот там чуть дальше впереди. Новосибирская губерния у нас начнется. Минус час, ну и все, и Новосибирская, Кемеровская, Красноярский край. Тетя, вы заикаете, с утра вы тоже не проснулись, как и ваши. Вот, будет у нас плюс четыре по времени. Вот в Москве имею в виду. Больше уже часы у нас воровать не буду. Пока. Тешу себя тайной надеждой, что мы пойдем дальше. Вот хочется в Тихом океане ноги помочить. И в Охотском море. И там, и там. В Тихом океане даже можно было бы искупаться. В Охотском море, наверное, вряд ли. Чисто ноги помочить, как в Тереке. А вот в Тихом океане, если бы попали бы во Владик или Коля, не видать залез бы. Ну, посмотрим. Пока, пока ничего не известно. 16-е сегодня, да, по числу. 16 июня 2021 года. От Рождества Христова. Если переключиться уже на ум, на новосибирское время. 8 часов 18 минут. Так в правом повороте так лихо ты выходишь на оброн. Ты же ничего не видишь. Что? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Похожий. Просто так далека показалось, что у Уксбеки. Вот и все. Перед той рощицей у нас. Какие-то в Сибирской области. Ну, как на там вот впереди, смотрим, что там, видите. Если тучки заканчиваются. Может и жарко будет, не знаю. Посмотрим. Пока хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Здрасте. Новосибирская область. Татарский район. Высоконадписи всякие. Трасса контролируется при боли фотоидной фиксации вертолета. Включи биржный свет туда-сюда. Новосибирск. 499. Волк-сорящий. Погнали. Почем в Новосибирской топливо? Тоже заболт. Ого! Нифига! Новосибирской. 52,85. Почти 53 рубля на Газпроме. Охренеть! Круто! Дороже, чем на этом дальше. Посмотрим потом, конечно, в Красноярском крае почем. Ого! Неожиданно. Ну, я думал, тут рублей, ну, 50 с чем-то. Да. Мы до Барабинска добрались. Сейчас будем. Видите, у нас уже от плюс 7% пишет. Сейчас. Остановимся здесь. Паузу надо делать 45 минут. Как раз. 15 минут до начала перерыва рисует. Вот. Тормознемся. Отблю, зальем. Кино вам сделаем. Вот. Часа 2 сейчас надо будет отдать. Обычно я все это делаю рано утром. То есть там надо выехать, например, там 8. Значит, встаешь в 5, чтобы все сделать. Но сегодня раньше встать у меня просто не было сил. Поэтому потратим мы сейчас. Схожу какого-чего. Первого кого-нибудь пожуем, а потом придем тут дома. Самовар поставим в машине. Чайку. Ну и под чаек. Будем сидеть тут с ноутбуком. Чего-нибудь подяжить. Тоже. Итак, отстаю. Если не делать, то совсем ругаться будет. Находится ж кому онлайн, подавай прям. Не получается онлайн. Я не знаю, у кого получается. Я просто знаю многие. Ну, конкретно кто не буду говорить. Но многие, кто делают он практически онлайн. Демонтируют даже не сами. То есть у них есть специальные монтажеры. Мне тоже предлагали. Скидывай. Мы тебе монтировать будем там. Но я просто не понимаю, как это будет выглядеть. Короче, делаю все сам. Не потому что денег жалко, а потому что, ну, как-то я не знаю. А так. Многие вот просто. Так-то хорошо, конечно. Что за день он взял, отъехал. Проехал за день. Все отснятое. На этот. Лег спать. Поставил, чтобы на культом. Яндекс.Диск там. В облако куда-нибудь заливалось. Все потом там человек оттуда скачал. Все смонтировал. Как модератор его сделал. И он от твоего имени. Прямо у тебя на канале это все залил. Конечно, так можно. И онлайн. И чуть ли не в прямом эфире. Ну, это вот я просто как бы ситуацию объясняю. А здесь вот ехать надо. Ну, и... В общем, сейчас пару часиков придется притормозиться. Выделим. Отсюда 1100. Как бы... Вроде бы... Нагнал. Так. Ориентировочно я свой километраж. То, что там потерял. За вчера, позавчера. Нормально. Если на завтра. Ну, сейчас будем в Грановасе проходить. Я буду договариваться с заказчиком. С получателем. А после обеда. То вообще никаких проблем. В принципе, приехать уже. Ну, по времени. Тут еще ремонты. Ну, тут же как. Ремонт иж впереди. Все. Но если уже договорюсь с человеком. То, понятно, что будет ждать. Вот. Поэтому сейчас мы... Чего там как раз, да? Варабинске. Заедем. Поделаем свои дела. И потом дальше. Теплеет уже. Вот, видите, 24 уже за бортом. Все. Тепло устанавливается. Сейчас, ребята, там, с Кемерово. Общался. Бабочек повылетало. Как тогда, когда-то. В 2012 или 2013 году. Вот, там, в Пермском крае ехали, когда все белое было устилино. Как будто снег прошел. Так и тут, говоришь, что у них там холодно было. Тут резко потеплело. Они там в ускоренном темпе там окуплились. И полетели на дорогу. Жизнь самоубийством заканчивается. Ну вот, какая-то тут сейчас где-то площадку какую-нибудь. Ну я вообще-то не тут хотел. Там с левой стороны там... Хотя тут же тоже, вроде бы, большая стоянка. Тоже с левой стороны, если я не ошибаюсь. Или справа. А, ну вот. Вон какая-то парковка там. Да-да-да. Вот, короче, сюда съезжаем. Да, с левой, точно. Большая здесь. Где бывший пост. Съедем. Сходим, перекусим. И потом займемся компьютерными делами. А там, ну, перед этим сначала от блюда назовись. Сколько сейчас времени? Ну, час одиннадцать по местному. Вот посмотрим, во сколько мы двинем отсюда. Сделав все. Естественно, уже все там сохраняться, заливаться. Это все уже будет на ходу. Не знаю, получится ли сегодня, правда, залить в Ютуб. Потому что на этом участке с интернетом все плохо от слова совсем. Короче, вот к вечеру все и выясним. Сейчас поехали. Нужно было и здесь, конечно, стать, не съезжая. Ну, ладно. Здесь-то, в принципе, стоянка хорошая. Тут, вон, все полосами. Разрисовано все красиво. Сейчас мы тут вот прямо и станем. Сейчас в повороте поверните направо. Или проложите. Стоянка тоже большая. Душ тут ходил. Ну, сейчас не надо. О, нормально. И тут дырочка. И тут вот площадочка свободно. Вот сейчас здесь. Стоянка, вот как они, от виски, ром, бренди, джин, текила, пиво, спиловар, не чай, шарики, капс, на сигареты, шоколад, хейс, судака, щуки, грудинка, ножи и зарядки. Ого! Если это все принято, то, что он рассказал, то тут можно прилипнуть не по-детски здесь, на этой стоянке. Вот. Ну, что, пойдем? Семь, ну, одиннадцать, по местному. Две залью. Три может не войти полностью. Да и тяжелые они. Они тяжелее, чем вода. Чем солярка тяжелее. Тяжелая, ты, зараза. Ого, с головой. В ней их. Это Красноярска хватит. А там будем разгружаться. Все равно переодеваться. Там еще зальем. Вот, получается, сюда, вот, до Барабинска. Ну, 8% осталось, ну, чуть-чуть осталось с этого. с... С... С елавой. Она тоже не полная была, а полную не забываю. Я думаю, у литра ориентировочно где-то по два с половиной, она с двадцатью с двумя тоннами кушает этой жидкости. Надо посмотреть просто. Километраж. Да там не полный бочон был. Ну и сейчас плюс еще не до конца выбрано. Ну, группа литров 50 там было. В бочке. Тут две с половиной тысячи не будет, наверное. Может, и будет. Не, наверное, нет. В любом случае, расход этой гадости зависит от того, по какой местности ты едешь. Сколько ты везешь? Тоннаж. Какой тоннаж? По какой местности? Везя три тонны и по равнине она ее кушать не будет. Она ее будет только нюхать. А 22 по горам все хавает. Крышку уже не прячу. Надеюсь, никто не позарится. все. Все, закрываю палетник. Саду и закончили. Короче, уговорили к солянке еще пельмени взять. Я говорю, ну давайте. Тогда, короче, чай у нас отменяется. Уже. Хотя, может быть, и сделаю еще. Посмотрю, пока монтаж будем делать. Все, приятного нам аппетита. Хорошая тут кафе, такое уютно. Вот. Уже второй раз или третий здесь кушаем. Все, приятного аппетита, будем кушать. Вот, примерно, что и требовалось доказать. Вот. 9 часов 28 минут. Два с половиной часа. Ну, пусть полчаса ушло это, ну, сходить покушать в эту кафешку. Что там? Все быстро. Давай, 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 брат, ехай, ехай, ехай. Красавчик. Вот. И вот два часа ушло на монтаж. Сегодня вышел 50 минут. Будет 50-минутный ролик. Вот. Два числа ушло. Это только на монтаж. Сейчас вот он там лежит в холодке. Он, этот ролик сохраняется. То есть, в видеоредакторе сохраняется. на это надо нам еще примерно, ну, где-то час по времени. После этого надо будет остановиться. И уже с видеоредактора его забросить, заливаться в YouTube. Естественно, все это будет происходить на ходу. Для видеоредактора интернет не нужен. А при монтаже ролика интернет тоже надо, потому что иногда вот если какая-то мелодия, это же все оттуда достаю. Вот. И потом его поставить заливаться. Ну, кто ездил по этому участку, да и сам сколько раз об этом говорю. Междуомскому, Новосибирскому, кстати, новосибирская бизнеса, у нас 271 километр остался. Вот. Здесь с интернетом временами так плохо от слова совсем. Поэтому закинув его на заливку в YouTube, не факт, что он сегодня к вечеру он даже зальется. Вот вам и простой ответ на все вопросы. Почему не всегда получается, ну и плюс как бы не знаю. Мне нравится снимать. Я снимаю, у меня получается, я потом визу редактор закидываю, там файлов отснятых за день на час сорок. Ну, хотите, я буду снимать на 20 минут целый день. То есть, вот напишите в комментариях и скажите. Ну, у меня там на час сорок. Делать час сорок один единственный фильм, но мне кажется это перебор. То есть, сейчас сорок смотреть дорогу ну, слишком, я считаю, что максимум до часа. Больше часа там у меня уже час 0-1, там пару штук есть, а так я все стараюсь сделать до часа. Больше часа это уже слишком. Вот и все, вот и получается надо день делить на два. Как бы начинаешь просматривать, вроде и это хочется, и это оставить. То есть, кому не нравится, те перемотали там и не смотрите. Ну, это же каждого у каждого свои. Кому-то вот хочется все в подробностях, кому-то нет. Мне пока нравится так, значит, я делаю так. Скажете, снимать день за 20 на 20 минут, ну, то утро, вечер и обед я вам сниму. Если так, допустим, интересно будет. Мне кажется, это не очень будет Камильфо во всяком случае. Вот и все. Потом это все накапливается когда-то, чтобы вот, получается, вот я сейчас два с половиной часа я потерял. Это 200 километров. Я бы сейчас уже к Новосибирской объездной подъезжал. Ну, ладно, полчаса, то в час поесть, хорошо, 100 километров я потерял. 100 километров это вот полтора часа. На 100 километров был бы ближе. Их надо нагнать. Чтобы их не терять в дороге, приходится, я же говорю, встаешь вот так вот часов, часа за три до выезда, чтобы можно было вот это монтировать, поесть, позавтракать, вот это вот все. и тогда хочешь, ну, если ты 9 часов паузу делаешь и часа за три до выезда ты встаешь, то сколько вам остается на сон? То есть, ты встал там пока туда-сюда, час уже прошел, ты лег спать и за 4, то есть, 9 минус 4, 5 часов на сон. Я не жалуюсь, я просто объясняю к тому, что просто многие пишут уже сегодня июль, а ты еще июнь выкладываешь, не потому, что я не хочу, тем более, если посмотреть, у меня ролики выходят практически каждый день, то есть, когда есть возможность, я делаю, даже вот так вот вставая там, не досыпая, теряя время, там потом где-то что-то куда-то наверстываю, но я делаю, стараюсь, обвинять в том, что забиваешь на это дело, я думаю, это немножко неправильно, вот, чуть-чуть рассказал специфику, то есть, когда все это делаешь сам, снимаешь, монтируешь это все, выкладываешь, интересно, что ты будешь сейчас делать, молодец, ты можешь, я тебя пущу, молодец, ты такой интересный, так нагло ехал, как будто он думал, сейчас он поедет, а я по очне поскочу, красавчик, вон сейчас два КамАЗа проходят союзовских и вали, уж здесь-то на этой дороге, я не знаю, идти на такие экстримы, еще тут место для обгона, тем более на легковой, найти ему вообще никаких проблем, потерял ты этих 10 секунд, Волгоградский, Южанин, понятно, так что вот, друзья, видите, сегодня уже надо было побориться, еще не брился даже, тоже сэкономил, даже как бы сегодня тут, в душ, у нас по планам, уже в душу, там, бороду лица в порядок приводить, вот, все, как бы, эту тему затронули, по поводу, не онлайн, я бы готов онлайн, получать, надо два варианта, снимать меньше, и кого-то себе в монтажеры брать, я не хочу, чтобы никто-то монтировал, не потому, что говорю, мне там денег жалко, там не так дорого, все это стоит, потому что, ну, такие вещи надо самому, есть моменты, которые, нужно отрезать, я даже скрывать не буду, есть такие моменты, иногда они случаются, где-то что-то ляпнул, в порыве там, эмоций, или еще что-нибудь, не все, можно выдавать в эфир, короче, вот, ладно, поехали, теперь погнали нагонять, сейчас вот часик проедем, фильма наша превратится в фильму, у меня работает ноутбук, и в закрытом положении, то есть, операция продолжается, и поставим заливаться, посмотрим, операция интереса, вот, к вечеру, зальется в ютуб полностью, ну, после Новосиба, то там уже получше со связью, тем более, мы там будем, Новосиба, Кемерово, проходить по плану, я думаю, там, зальется, но вот на этом участке, я точно помню, я Сомска выезжал, до Новосибирска доезжал, у меня 27% из 100 было залить, то есть, одну треть, только заливал, что-то со связью, с интернетом, вообще было беда, все, вздрыл вам голову, погнали, дальше, нам еще до места 1100. Субтитры сделал DimaTorzok